давайте вот сейчас немножко посмотрим во первых обратите внимание что вот здесь написано чистый синус в описании написано не модулированный синус в том что он стоит 15 тысяч рублей за 2 и 4 киловатта а даже не интересно это именно в том что он стоит 14 900 до за 2 и 4 киловатта а в том что он идет на борту с контроллером mppt на 450 вольт а фишка знаете в чем еще недавно подобные вещи специально ссылку под видео кинул еще недавно подобные вещи именно контроллера заряда на 450 вольт стоили в таком же диапазоне а тут получается как и зарядное устройство от сети и плюс у нас еще есть с вами массив солнечных панелей на 450 вольт можно подключить то есть на хай вольтаж именно хай вольтаж начинается не 120 110 там 90 100 до 150 это не хай вольтаж хай вольтаж это 450 и я не просто так начал записывать этот ролик потому что мне очень много приходит вопросов одних и тех же я хочу дополнительно немножко пара инвертор этот озвучить да и немножко как бы на тот вопрос как раз про 450 вольт инверторы ответить потому что это идет как бы следующая волна следующее оборудование которое все почти рассчитано на 450 вольт и в большинстве случаев люди приобретают солнечные панели которые но не подходят для работы многих инверторов и даже для хай вольтажа не все подходят получается следующая картинка мощность подключаемых солнечных панелей составляет 5 5 киловатта это для инвертора на 48 вольт 80 ампер часов то есть мы можем якобы максимальный ток 80 ампер charge контроллер получить на выходе с контроллера mppt встроенного но это круто вообще-то есть у него параллельная работа и вай фай опциональный модуль то есть можно по модуль вай фай связываться с ним удаленно вблизи соответственно получать какие-то данные приложение здесь не прикладывается я так подозревает и старое вот это приложение которое вертят вертят ничего нового придумать не могут но так это многофункциональный инвертор зарядное устройство сочетающие функции инвертора солнечного зарядного устройства и зарядного устройства от сети поддержка источника может работать как источник беспребойное питание с портативным с маленьким размером то есть имеет имеет компактный размер так дисплей очень напоминает наши популярные инвертора гибридные которые у большинства висят на стеночках белые синие зеленые коричневые красные голубые неважно какого цвета начинка у них приблизительно плюс-минус одна и та же все отличается непосредственно разводкой платы качеством компонентов вот здесь вот интересно тут пиве солнечных панелей составляет 2 киловатта и 3 киловатта а мощность работы от сети составляет 2 и 4 киловатта и 3 и 2 киловатта это в зависимости от той модели какая приобретается или какая рассматривается курсинус это чистый синус модифайн это модифицированный синус но вот по характеристикам за 15 тысяч 80 амперный контроллер и мппт это блин какая-то просто заманчивое предложение а вот представьте если это оборудование на 32 киловатта стоит 15 тысяч и на борту имеет 450 вольт контроллер заряда на 80 ампер большинстве случаев вот то что сейчас продают большинство инверторов она имеет ту же самую структуру контроллер там у них обычно отдельной плате идет ну та же самая плата идет то есть получается люди переплачивают в два в три раза просто так в общем что тут у нас по режимам очень интересно что здесь в характеристиках я нашел что он поддержка вот поддерживать тяговые аккумуляторные батареи с жидким электролитом с гелем гелем и получается сгущенным электролитом и и вот самое интересное с литиевой батареи то есть он может работать но у нас мппт контроллер соответственно туда достаточно просто пихнуть правильный алгоритм который поддерживает литий это не обычный мппт контроллер в котором этого алгоритма нет для лития нужен специальный алгоритм работы и у меня было очень древнее видео ну как древние ему пару лет он снималась вроде в 2020 году которая большинство людей ну как бы либо мимо глаз пропустили либо мимо ушей и там все это показывалось наглядно почему именно шим контроллеры пвм контроллер по-другому и мппт контроллер который не поддерживает для работы не вообще не работает с литием программе нет такого выбора режима использовать для зарядки лития не рекомендуется даже если у него есть выбор диапазон напряжения про это я как-нибудь в будущем тоже от сниму потому что у меня тоже очень много вопросов непосредственно касаемо этой темы и так смотрим для 12 вольтовой 14 6 это для заливного аккумулятора с жидким электролитом тяговый не стартерный свинцовый а именно тяговый там я еще такое заблуждение люди сразу постараюсь поставить как бы точку над этим вопросом понимаете в чем дело как оказалось много лет назад я пришел к тому что заливной аккумулятор и после поездки в китай мы это подтвердили это является именно тяговый аккумулятор нету речи там про свинцово стартерный аккумулятор вообще от слова вообще не на одном заводе даже не в голову им не приходило что кто-то будет подключать стартер на аккумуляторной батареи потому что они не подходят для сэс это именно заливные аккумуляторные батареи тяговые затоплено это соответственно жидким электролитом тяговая батарея агем гелевая батарея 14 1 вольт а таким образом получается смотрим дальше может быть здесь что-нибудь и просолнечные панели будет 80 пер максимальный зарядный ток а ну вот написано 80 ампер это сумма токов от сети плюс соответственно солнечной панели так сертификация фигня температура хранения депозону рабочих температур 10 минус 10 градусов я вообще я не верю в это наверно от плюс 10 до плюс 50 потому что если у нас температура если не ошибаюсь около нуля то у нас выпадает точка росы это недопустимо инвертор просто сдохнет это получается айпи 67 сетевые инвертора от сафара которые прямо через уплотнительные резиночки собираются вот у них я когда разбирал у них плата даже залито лаком причем очень очень толстым слоем но здесь ни разу я не как бы которые инвертора разбирал с дырками вот такими вот а с подразъема чтобы у них были как бы залиты платы лаком ну это удивительно так рабочая частота низкая частота потери при которой перестает работать от сети 40 возврата 42 это то есть 40 он сразу отключается от госсети 42 он возвращается к сети 65 он отключается от сети 63 возвращается у него еще есть автоматическая да вот автоматическое обнаружение частоты госсети это с одной стороны хорошо с другой стороны плохо если у вас проблемы с трансформатором и что-то там происходит и вас частота прыгнула от сих до сих будет интересное зрелище если столкнетесь с этим потом можете рассказать в комментарии так защита от короткого замыкания на выходе выходе и непосредственно инвертора то есть есть вход инвертора есть выход инвертора там обычно стоит бы как-то называется предохранители быстрые уль нет ультра быстрый стоит по аккумулятору я про это тоже потом расскажу минимальное напряжение получается аккумуляторной батареи когда достигает один с половиной выключается входной напряжение постоянного тока 12 вольт минимальное напряжение по 24 это 23 вольта это получается у нас 10 с половиной до 11 с половиной 11 с половиной ну да плюс минус обычно у аккумуляторов таких наутяговых да есть если вы разрядили потом их на зарядку поставили то сильно многого плохого и с ними ничего не случится но если вы будете разряжать до упора вот я просто вам озвучу это все дело аккумулятор быстро придет в негодность большинство людей вот так и делает то есть они считают что если они потратили большие деньги на аккумуляторы значит их надо гонять в хвост и гриву это я мог только себе позволить стягиваем аккумуляторами от электрокара которая купил душными и потом за столько же денег сдал на чермет так что я лично ничего не потерял а вы когда покупаете например литиевые аккумуляторы либо свинцовые аккумуляторы на сегодняшний день и когда их принимают за копейки то есть покупаете тысяч за 15 за 10 там за 20000 до а сдаете там за 600 за 1000 рублей как бы но это уже дело ваше вы просто меценат высокое напряжение 16 вольт а ну да до 33 тоже отключает напряжение отключает именно заряд при получается 33 вот потребление у него составляет у инвертора 30 и 35 ватт у модели 2432 то есть это мощность которой инвертор будет потреблять всегда есть солнце нет солнце а плюс и кому интересно если бы не в курсе у аккумулятора есть саморазряд из для того чтобы этот самый разряд закрыт необходим минимальный определенный ток большинство людей это просто не учитывает они думают все знают и вот совершают эти глупые ошибки а это не глупые ошибки на самом деле это очень опасные ошибки которые влияют на срок жизни аккумуляторов очень интересно то что в данном получается инверторе фильтры идут раньше для того чтобы как бы фильтр этот поставит большинство из вас не знает да но были модели у них были специальные там как бы внятинки такие под фильтры и они почему-то шли у них отдельно хотя на заводе вроде бы как бы их в коробку клали но это я так чисто я-то не знаю я же в китае не был я же на заводах там не был да ну вот если посмотреть внимательно вы увидите тех роликах что инвертора эти идут с фильтрами а те которые продаются у нас их нету может быть некоторые перекупы которые заказывают для того чтобы удешевить непосредственно и повысить себе выручку просто но отказываются от фильтров тем самым инвертор становится дешевле сейчас я понимаю вот это вот вай фай фишка она у всех инверторов и у сетевых и гибридных пошла самое интересное что она в старом каком-то программном обеспечении что-нибудь там хоть изменилось вроде бы очень знакомая было здесь на телефоне но подобное решение уже пару лет кочует по всему интернету они уже решили просто вай фай везде пихать на это очень классно ходится инвертор например где-то там в сарае дома у вас вай фай . добивает до сара и вы на компьютере можете открыть соответственно удаленный просмотр и проконтролировать в каком состоянии находится ваша сеть и в каком находится состоянии аккумулятора и другое оборудование ну стандартный дисплей как у силов ских инверторов и так далее как у пип солары очень похоже на трансформаторная зарядная которая на заводе там тоже фотки делали видосики вот они фильтры тоже кому интересно пихнули почему-то зарядку током и зарядка это получается зарядка током от солнечных должна быть да и зарядка током от сети но здесь написано четко смотрите зарядка током зарядка от сети от сети зарядка током составляет 60 ампер то глаз сюда вот этот контроллер рассчитан подсолнечные панели мощностью 200 ватт стоком примерно 5 ампер или 250 ватт скорее всего 250 ватт 60 элементов там ток вроде бы около 7 с чем-то то есть видите как интересно это же классно вообще вот так сидишь читаешь а люди берут вот подобные вещи и берут солнечные панели на 500 вольт ватт прошу прощения это разные вещи на 500 ватт на 600 ватт на 540 на 550 на 640 на 600 там чем-то я честно говоря вообще не представляю как он у вас работает так делать нельзя потому что мппт контроллер это понижайка понижающий преобразователь то есть он с 450 делает напряжение аккумуляторной батареи вот это вот излишек напряжения он преобразует в ток high voltage позволяет нам нормальными проводами но нормальным сечением передавать этот ток без потерь таких как например есть у 150 вольтовых контроллеров которые также на 150 вольтах не работает потому что нужно очень внимательно вглубь окунуться схемотехники которые тоже большинство к сожалению на сегодняшний не знает и таким чудесным образом получается что у нас этот инвертор на 430 вольт рассчитан подсолнечные панели непосредственно 250 ватт на 60 элементов с током не более там 7 чем-то ампер все вот таким образом мы подошли к с вами очень интересной теме как можно подключить на 450 вот вольт батареи как нельзя их подключать нельзя их подключать непосредственно начинаю солнечные панели подбирать наобум те которые вам захотелось купить больших потому что их проще устанавливать нельзя подключать солнечные покупать солнечные панели те которые имеют напряжение больше чем рекомендовано производителем в связке определенной и больше ток потому что это рано или поздно отразится на компонентах контроллера заряда и оборудование выйдет из строя вы не смотрите на то что у вас изначально может как-то работать вот у например у пяти человек всего из пяти вернее человек всего у двух срабатывала защита понимаете у двух у одного по напряжению другому потоку у троих он даже не включался а там у кого то даже включалась но и выключалась сразу и вот так вот импульсами включится выключится то есть да я вам все наверно рассказал будто именно косяки которые вот случились вот три самых популярных у кого-то срабатывала защита у кого-то вообще не включалась у кого-то просто мигал включался ток шел и выключался начинает набирать мощности выключается нельзя подходить снизу вверх нужно подходить непосредственно конкретной цифре сразу это оборудование не то где можно потом докупить почему докупить нельзя смотрите начало трансляции в общем вот такой вот короткое видео вот такой вот инвертор за пятнашку ребята бесплатная доставка а вот завтра будет стоить чё на 400 рублей дешевле у решаем это чистый синус и в описании идет чистый синус на самом деле это же китай на этом я говорю пока до новых встреч всем удачи